Москва Сибирь или Петербург, не все ли равно? Ах, как Нью-Йорк огнями нынче дразнится, В Венеции распахнуто окно, А здесь у нас снежок скрипит под валенком, На небе сброд из звезд и из планет, И городок такой заснеженный и маленький, Что, кажется, Парижа вовсе нет. Это мой родной город, Мой маленький город, Город-загадка, город-легенда. Наверное, второй такой вряд ли можно найти, Несмотря на то, что он вошел в содружество подобных ему закрытых городов. Так с каким же багажом мой город перешагнет порог третьего тысячелетия, В эпоху больших скоростей и жестко спрессованных информаций, Когда на памятнике прошлого успевает бросить лишь мимолетный взгляд. И захотелось вдруг посмотреть на город еще раз, По-особому, пристально. Давайте же вместе пройдем по его улицам, площадям. Все более усиливающийся поток гостей Не перестает удивляться самобытности его облика, Ни европейского, ни сибирского, А летом больше напоминающего курортный городок. Где природа заботливо окутала дома и улицы зеленым покрывалом лесного массива, Противореча слухам об опасном для окружающей среды производстве. При этом сам город стал достойным обрамлением рукотворного озера, Так называемой жемчужиной местного значения, Которая является предметом особой гордости и любви для его жителей. Но, привыкнув к своей обители, убаюканной ее уютом, Мы подчас уже и не замечаем этой первозданной природной красоты, Которой оказывается готова в любой момент обнять, утешить, приютить. Но только ли это заслуга природы? Несомненно, нельзя умолчать о тех, кто сумел заботливо сохранить природный ландшафт И врасти в него строениями, улицами, домами. Это строители города. Сейчас нам, наверное, очень трудно, а может почти невозможно, Представить, с какими неимоверными трудностями им пришлось столкнуться, Чтобы, по сути, на пустом месте запустить стройку, Грызаться в пласты горного массива, прокладывать пути, возводить дома. И, конечно же, трудно представить город без горно-химического комбината, ГХК, Ради которого город, по сути, и был возведен. Это уникальный комплекс взаимосвязанных подземных сооружений, Размещенных на значительных площадях. Создание его потребовало неординарных технических решений От специалистов различного профиля. Теперь, когда, наконец, завеса тайны над ГХК приоткрылась, А на комбинат зачастили гости, Чтобы воочию увидеть то, что породилось только слухов, Легко понять их потрясением масштабами подземных сооружений. Не мудрено, ведь порой сами работники ГХК, Шутливо улыбаясь, говорят, Мол, если бы это было возможно, То, наверное, весь город с его строениями там бы мог поместиться. Вряд ли это действительно так, Но зато уже эти высказывания говорят об уникальности подземного сооружения. И сейчас, глядя на мой маленький город, Понимаешь, что на всем, что так явно и радует глаз, Лежит печать того грандиозного сооружения, Что невидимкой затаилась глубоко под землей. Говорят, лицом к лицу глаз не увидать. Может, потому захотелось вглядеться в черты моего города С высоты птичьего полета. Вот он. Мир, постепенно привыкающий к теперь уже официальному названию Железногорск. И, видя загадочные сооружения, Которые тут и там проступают сквозь архитектуру жилых массивов, Невольно ощущаешь дыхание космоса. Сколько слухов и легенд породила себе так называемая Площадка-2 в городе Красноярске-26. Именно так в прошлом называли филиал Знаменитого особого конструкторского бюро Сергея Павловича Королева. Космическое производство выросло в передовое Научно-производственное объединение прикладной механики. Именно так оно сегодня всем и известно. НПОПМ имени Академика Решетнёва. Теперь НПОПМ единственное предприятие в России, Отправившее в космос более тысячи спутников И создавшее более 30 систем космической связи. Так получилось, что строительство здесь секретного объединения Военно-оборонного значения Послужило образованию большого интеллектуального потенциала, Который не смог не сказаться на культурном уровне города. Судьба распорядилась так, Что секретный населённый пункт, Задуманный для военно-атомного производства, На самом деле оказался готов к творчеству В самых мирных сферах жизни. В образовании, культуре, спорте. Ну скажите, всякий ли небольшой закрытый городок В сибирской глубинке Может похвастаться тем, Что у него есть два профессиональных театра Театр кукол и театр оперетты? Уже не один десяток лет Они являются предметом гордости и любви горожан. При внешней закрытости Город на самом деле постоянно открыт для почётных гостей, Популярных артистов, музыкантов, певцов, спортсменов. Проведение здесь региональных конкурсов, Фестивалей, соревнований, конференций Для нас уже дело вполне привычное. Кстати, о творческом потенциале Самих жителей города Можно судить хотя бы по тому Обилию самодеятельных коллективов, Существующих в городе. И, конечно же, среди них есть такие, Которые давно снискали особые популярности признания. Ну а центром самодеятельного творчества Стал бесспорно дворец культуры. Вот уже более сорока лет Двери его гостеприимно распахиваются Для тех, в ком горит огонёк творчества. Сцена здесь не пустует. Постоянно реализуются Различные творческие проекты С участием тех, кто хотел бы блеснуть талантами. И работа эта осуществляется вкупе С целой сетью городских учреждений культуры, Клубами, Домом творчества, Недавно открывшимся центром досуга. Рука об руку с культурой Идут школы города. В последнее время появилась традиция Среди них выходить на сцену ДК Со своими творческими отчётами и концертами. И всё это началось с лёгкой руки Школы номер 103, Когда она подарила городу свой первый, Первомайский концерт. Кстати, если говорить об образовательных учреждениях, То хочется заметить, Что каждая школа имеет своё неповторимое лицо. И неудивительно, Ведь в каждой из них, Среди учителей и учеников, Есть свои звёзды и звёздочки, Придающие своей школе самобытность, Свои особенные узнаваемые черты. В то время, Когда в стране наблюдается Кризис школьного образования, Наше, городское, Заметно отличается. О высоком уровне знаний выпускников школ города Хорошо известно в вузах края, С которыми, кстати, Школы активно сотрудничают. Неплохие результаты показывают Наши школьники на краевых олимпиадах. Среди школ города Выделилась группа школ, Не устающих экспериментировать, Искать новые пути в образовании, Заявивших о своём новаторстве Не только на уровне края, Но и региона, страны. И если жители города так энергичны, Активны, значит, можно сказать И о достойном уровне Медицинского образования. Ведь в городе существует Целый больничный городок Со своей чётко отлаженной системой Обеспечения здоровья горожан. Да, трудно объять необъятное Повидать о лике Такого многоликого города, Как Железногорск, При этом постаравшись уложиться В несколько минут. А вернее, невозможно. Что ж, такими пусть запомнят Нас гости города. Нас, так долго скованных Одной цепью, одной тайной, Но не скованных внутренне, Уверенно смотрящих в будущее, Которое вершится сегодняшним днём Моего маленького города. В зелёной прохладе В таёжной громаде В тени изумрудных гор Зайдя на пригорок Раскинулся город Чаруя Застывший взор Здесь всё по-другому Но всё так знакомо Озёра, Леса, поля Скамеечки в парке На улочках ярких Здесь дышит добром земля И нет места краше, Чем в городе нашем Мы словно В прекрасном сне Дружили, встречались Краснели, влюблялись У озера При луне И детям, и внукам Не будет здесь скуки Под солнцем В краю родном Под звук колокольный И песен раздольных Жи счастливо будем в нём Не будет нам тесно в нём Будет каждому стол и дом Тут птицы всегда поют Здесь тепло и уют Мой маленький город Моя крепость, мой дом Мой маленький город О тебе мы поём О тебе мы всегда В заботах В любой день и час Мы тебя так любим И ты любишь нас Мой маленький город Ты родной Мы навсегда Мы с тобой Мой маленький город Моя крепость, мой дом Мой маленький город Мой маленький город О тебе мы поём О тебе мы всегда В заботах В любой день и час Мы тебя так любим И ты любишь нас Мой маленький город Ты родной Нас всегда Мы с тобой